В эфире служба новостей Саров 24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. О реновации в Сарове прошло совместное заседание думских комитетов. Человек из Подольска в Саровском драмтеатре готовит читку по пьесе современного драматурга. На работу на велосипеде Саров присоединился ко всероссийской акции. Далее расскажем обо всем подробно. Администрация предложила Думе установить понижающие коэффициенты для расчета арендной платы за пользование муниципальными нежилыми помещениями. Так, например, те, кто оказывает ветеринарные услуги, будут платить в два раза меньше. Организациям, занимающимся общественным питанием, с которыми заключен муниципальный контракт по 44-му федеральному закону, будет установлен коэффициент 1 сотая. Также под льготу попадут подвальные помещения. Стоимость их аренды снизится на 50%. Этот вопрос депутаты вынесли на ближайшую сессию. Также на заседании совместного комитета народные избранники вновь вернулись к обсуждению Саровской реновации. Дешевого жилья в результате Саровской реновации не будет. К этому выводу пришла рабочая группа, созданная при Думе. Изучать вопрос группа начала еще в прошлом году. Отправила запросы крупным застройщикам, проконсультировалась со специалистами. Как итог, четкое понимание, что 45 тысяч рублей за квадратный метр – цифра недостижимая. Это, скорее всего, получится чисто коммерческий проект. На данный момент механизмов, чтобы достичь по 45 нет. Есть механизм, что будет 55 тысяч за квадратный метр. Это то, что предлагают сейчас застройщики. Потому что землю нужно будет отдавать под продажу. И дальше понятно, что из чего это будет складываться. Продажа земли, подвод коммуникаций и т.д. Миллион тысяч раз говорили, что механизма установить цену 45 тысяч квадратных метров – нет. По словам народных избранников, единственный способ сбить цену квадратного метра до 45 тысяч – это строить социальное жилье за счет бюджета. Но вот только предусмотреть такие суммы в городской казне вряд ли получится. Реальных механизмов именно при коммерческой застройке довести стоимость жилья за 45 тысяч за квадратный метр – нет. Выход один только – это строить за счет бюджета социальное жилье. Другого варианта нет и не будет. Для того, чтобы застройщик продавал жилье по цене равное 45 тысяч рублей за квадратный метр, необходимо выложить из городского бюджета от 250 до 350 миллионов рублей. Специалисты подсчитали. Этих денег нет. Немного истории. Программа реновации в Сарове была утверждена прошлым летом. Изначально в нее планировали включить три земельных участка, ограниченные улицами Менделеева, Кутузова и Озерной, улицами Зернова, Арзамаска и Матросова и улицами Победы и Александровича и Октябрьским проспектом. Но в результате в программу вошли лишь последние два. В сентябре администрация вышла к депутатам с предложением все-таки включить в реновацию участок на Менделеева-Кутузова, но получила отказ. Как будут смотреть на депутатов? Мы приняли это решение от двух микрорайонов и вдруг мы выносим на следующее заседание Думы разворот на 180 градусов. Спустя почти год администрация свое предложение повторила, но вновь не получила поддержки депутатов. Народные избранники настаивают на том, что включать в программу участок Менделеева-Кутузова будет смысл только тогда, когда реновация покажет хотя бы первые позитивные результаты. И вообще, чтобы продуктивно двигаться в этом направлении, нужно получить дополнительные консультации специалистов. Мы что в Скорлупе сидим и слушаем Кашпаева, Михаил Точ, хоть он и говорит вещи, но я не уверен, что он, как говорится, полностью говорит то, что нужно. Ну давайте съездим в законодательное собрание, в Госдуму, куда-то к специалистам, проконсультируемся, посоветуемся, нам люди подскажут, которые сталкивались с этим вещами. Ну что мы сидим вот и толдычим уже год, как Михаил Анатольевич говорит, на самом деле. Еще одно направление, рассматриваемое в рамках программы реновации, выделение в зоне, отданной под развитие застроенных территорий, земли в федеральную собственность. Подготовлен запрос администрации в Российский федеральный ядерный центр о том, чтобы сформировать участок земли, для того, чтобы передать его Российскому федеральному ядерному центру под строительство так называемых доходных домов для молодых специалистов. Дом находится на этом участке, там живут люди, он сформирован, стоит на кадастровом учете. Какой участок вы предлагаете сформировать, не очень понятно. Второй момент, значит, полномочия по предоставлению земельных участков, участков, понятно, находятся в области, ни в НЕФ, ни КБ, туда не заявляют. В очередной раз вопросов по реализации программы реновации в Сарове оказалось больше, чем ответов, поэтому депутаты решили продолжить ее обсуждение на заседаниях рабочей группы. Федер Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Саровский драмтеатр готовит для зрителей очередную премьеру. Автором постановки по пьесе Жанна Батиста Мольера «Лекарь по неволе» стал номинант на самую престижную театральную премию «Золотая маска» Эдуард Шахов. В промежутках между работой над спектаклем режиссер готовит читку, в основу которой легла пьеса современного драматурга Дмитрия Данилова. «Человек из Подольска» – это история жителя подмосковного города, задержанного полицейскими, которая способна перевернуть представление о том, что может произойти в участке и кем могут оказаться представители власти. Говорите свой текст, надо апеллировать к нему, к ним и к зрителям. Творческий человек – неиссякаемый источник энергии и вдохновения. Режиссер из Уфы Эдуард Шахов приехал в Саров ставить на большой сцене спектакль, в основу которого легла известная пьеса 17 века. В процессе общения с труппой нашего театра режиссер-постановщик решил создать еще один творческий продукт – читку современной пьесы «Человек из Подольска». Мольер – это здорово, это классика, это мировая классика, но все-таки Мольер написан в 17 веке, а это написано буквально вчера-позавчера. И хочется некой попытки соединить драматургию 17 века и драматургию буквально сегодняшнего дня. Многих зрителей волнует вопрос, как актеры могут запоминать столько материала. В таком театральном жанре, как читка, этого не требуется. Актеры просто-напросто читают с листа, не увидят зритель и красочных костюмов с декорациями. Все внимание будет сконцентрировано на тексте пьесы и его смысле. Она очень неожиданная. Она неожиданна тем, что она рассказывает о довольно-таки страшных вещах, но не очень страшно. Пьеса заканчивается парадоксально легко, и ты остаешься в каком-то неком потрясении, некое фантасмагорическое, какой-то парадоксальный такой перевертыш происходит. Он неожиданный. Эдуарду Шахову уже приходилось сталкиваться с современной драматургией в своей работе. Его спектакль по пьесе «Магазин» был номинирован на престижнейшую театральную премию «Золотая маска». Как можно без современной драматургии жить? Ну, как можно без современного воздуха? Это должно быть как само собой разумеющееся. Это то, что сегодня происходит. Это то, что волнует. Это нерв сегодняшнего дня. Артисты Саровского драматического театра прочитают пьесу «Человек из Подольска» 22 апреля в 6 часов вечера, после чего пройдет обсуждение со зрителями. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Департамент городского хозяйства приглашает горожан принять участие в мероприятиях, проходящих в рамках месячника чистоты и благоустройства города. 24 апреля состоится акция «Лес Победы», в рамках которой волонтеры высадят более 300 сеянцев сосен в лесном массиве в районе дороги к садовому обществу Кремешки. 25 апреля активисты молодежных организаций проведут акцию «Марш парков». Общегородской субботник назначен на 27 апреля. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Спасатели предупредили об угрозе подтопления. Из-за дождей реки Сатис и Саровка могут выйти из берегов. Это создает опасность подтопления жилых домов и садовых участков на улицах Речной, Заводской, Южной, Димитрово, Ломоносово, Менделеева, переулке Рабочим, а также в садоводческих обществах имени Гагарина и Авангард. Горожанам настоятельно рекомендуют принять меры по сохранению имущества и домашних животных. С 18 по 24 апреля будет закрыто движение автомобилей по участку от дома номер 3 по улице Репина до пересечения с улицы Ушакова. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, проезд ограничат в связи с ремонтом ливневой канализации. В Москве подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Наш город представлял 11-классник третьего лицея Александр Толмачев, который стал призером. Библиотеки имени Маяковского подвели итоги конкурса «Вдохновение». Он проводится уже во второй раз и дает всем любителям литературы уникальную возможность познакомиться с творчеством саровских писателей. О том, что вдохновляет жителей нашего города на создание романов и написание стихов, расскажем в следующем репортаже. Всего 4 номинации и более 50 авторов. В конкурсе «Вдохновение» приняли участие писатели и поэты всех возрастов. Многие из них уже давно известны в литературных кругах, а вот для Марии Пикулевой конкурс стал дебютом. Хотя в свои 12 лет девочка уже написала множество стихов. С самого детства я начала писать стихи, потом уже начала писать прозу, и сейчас собираюсь написать большой роман фэнтезийный из 7 частей. В номинации поэзии на суд экспертов Маша представила стихотворение «Я не виноват». Это история о мальчике, который решил узнать, как горит пластмасса. Я тогда принимала участие в городском конкурсе, в котором надо было читать стихи Григория Остера. Соответственно, его вредные советы вдохновили меня на это стихотворение. Однажды пластик на огне нечаянно я расплавил. Но кто, скажу, тебя просил? Ну кто тебя заставил? Ну кто меня просил, скажу, никто, отвечу прямо. Но до сих пор не понял я, зачем же злится мама. У Нины Чевкунова любовь к литературе тоже проявилась в детстве. Нина Михайловна родилась и выросла в селе Большой Болдина. Сначала писала стихи, как говорится, в стол. Со студенческих лет начала печататься в газетах. И до сих пор ее работу можно встретить в городских печатных изданиях. Душа моя, израненная птица, Сидит внутри, нахохлилась, молчит. Но стоит в мире музыки случиться, Вспорхнет она и снова полетит. Конкурс «Вдохновение» проводится в нашем городе уже во второй раз. По итогам тексты победителей будут опубликованы в специальном сборнике. Мария Ирунч, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. В Саранске прошел Всероссийский хореографический фестиваль «Конкурс «Крылья», в котором приняли участие и саровчане. Честь нашего города защищали два коллектива Анны Козловской. Коллектив «Аллегра» наградили дипломом лауреата в третьей степени. Средняя группа студии «Задорники» Дворца детского творчества завоевала серебро. Путь к победе не был легким. Два года назад танцевальный коллектив уже пробовал свои силы в этом конкурсе, но удостоился только дипломов участника. Поработав над ошибками и недочетами, Анна Козловская достойно подготовила девочек к выступлению на Всероссийском фестивале в этом году. Я, когда награждали мой коллектив, стояла и плакала, потому что, ну честно, я не ожидала, что уровень моего коллектива, которому только три с половиной года, он может быть конкурентно способным с теми коллективами, которые уже не один десяток лет, скажем так, существуют. Песня с вековой истории Валенки стала темой для танца, который принес девочкам диплом лауреата второй степени в народно-сценической номинации. Злата Гончарова считает, что хотя мелодия и простая, технически танец сложный. На отработку различных элементов и связок ушло несколько месяцев. Самое сложное, наверное, это вращение в танце, потому что мало места, и если хоть одна девочка уйдет или не так поставит ногу, то собьются и все остальные. Танец с экспериментариумом также удостоился звания лауреата второй степени, но только в эстрадной номинации. Задуринки пофантазировали на тему досуга лаборантов, доцентов и, возможно, докторов наук. Аня Тискова в этом танце главный персонаж. Имена она выносит символы ученых-физиков «Атом». У нас в городе есть ученые, они проводят какие-то эксперименты, ставят опыты, и у них находится свободное время, и как раз танцы описывается их жизнь. Всего на конкурс коллектива Анны Козловской представили шесть танцевальных номеров в различных номинациях. Жюри высоко оценила и техническую составляющую номеров, и костюмы, и актерское мастерство юных артисток. Девочки стали пятикратными лауреатами Всероссийского фестиваля. Елена Грецкова, Владимир Естенников, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». Саровчан приглашают принять участие во Всероссийской акции. 18 мая по всей стране при поддержке Министерства транспорта пройдет акция «На работу на велосипеде», которая призвана показать, что передвижение по городу на двухколесном транспорте по ежедневным делам может быть не менее легким и удобным, чем на автомобиле. В 2017 акция прошла в 35 городах России. В этом году к акции присоединился и наш город. Акция «На работу на велосипеде» – это не велопарад, и массового старта участников не планируется. 18 мая всего лишь нужно будет скорректировать свой маршрут и по пути с работы или из магазина проехать по определенным местам города. Будут энерготочки, где мы для участников будем готовить какие-то скидки, конкурсы, призы. С каким-то кодовым словом. Узнав об этой акции, Сергей Евстратов не раздумывая согласился на такой эксперимент. В теплое время года он передвигается по городу только на двух колесах. Когда ты катаешься на велике, ты чувствуешь такое вдохновение, от тебя обдувает ветерочек, ты едешь и кайфуешь просто. Получаешь удовольствие? Акции на работу на велосипеде проходят по всей России и призваны мотивировать жителей нашей страны пользоваться самым экологичным видом транспорта. Ребята, присоединяйтесь к нам, это самое главное. Кататься на велосипедах – это отдельная история. Это не сравнимо ни с машинами, ни с чем другим. Это очень круто. Елена Грискова, Владимир Листик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Все вам доброго и хороших вам новостей.